Приветствую вас. Юлия. Вы знаете, я, наверное, повторю в какой-то степени то, что сказал мой коллега-псимолог. Ну, в какой-то степени повторю, но надеюсь, что не дословно. Мне показалось, после прочтения вашего текста, мне показалось, что вы нереализованы. То есть, вот, мне показалось, что вы сами испытываете какие-то трудности с реализацией, с успешностью, с признанием, с чувством значимости своей собственной значимости. Вот то, что мне показалось. Потому что то, как вы реагируете на то, что происходит с вашим мужем и его друзьями, Ну, в общем-то, довольно показательно, что ли. В том смысле, что, ну, это его друзья. Человек знает, с кем ему выстраивать свои отношения. И человек знает, наверное, знает, с чего он хочет, да? Человек, как бы, отдаёт себе в этом отчёт. И если не обижается муж на действия его друзей, на поведение его друзей, то я, честно говоря, не очень понимаю, а почему должны в таком случае обижаться вы. То есть, что, ну, вообще-то говоря, конкретно в этой ситуации задевает вас. Вот. То есть, как вас это задевает? Задевает вас это может по факту только в случае, если вы как раз-таки неудовлетворены. То есть, если вы как раз-таки вот нереализованы, если вы как раз-таки вот испытываете какие-то проблемы с той же самой взаимопомощью, взаимовыручкой и так далее. То есть, это исключительно ваша, я бы сказал, особенность восприятия. Вот. Следующий момент. Я, конечно, не знаю, но у меня, опять же, у меня сложилось такое впечатление, что вы своего мужа как будто бы залеете. То есть, как будто бы ваш муж нуждается в том, чтобы защищали и отстаивали его интересы. Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что подобная позиция может как-то вам идти на пользу. Я сильно сомневаюсь, что подобное отношение к мужу вашему и подобное оспаривание поведения его друзей в целом свидетельствует о том, что у вас хорошие отношения друг с другом. Может быть все хорошо, может быть вы привыкли так общаться, может быть вы привыкли так относиться к своему мужу, но по факту мне кажется, что вы считаете своего мужа каким-то неосмышленым вообще человеком, которые не знают как выбирать друзей, которые не умеют выбирать друзей, которые нуждаются в помощи не тогда. Мне кажется, вы забываете о том, что у людей различные ценности, у людей различные взгляды и каждый свободен выбирать каких взглядов ему придерживаться. И если семья друга вашего мужа придерживается таких взглядов и ведет себя так, то это их полное право, как и полное право вашего мужа общаться с ними или нет. Мне кажется, что вы чувствуете себя несвободной, вы чувствуете себя жесткой в этой ситуации в том смысле, что может быть вы чувствуете необходимость общаться с семьей. Несмотря на то, что вы этого не хотите и как-то вот подсознательно получается ищите поводы для того, чтобы общение прекратить. Ну, я не думаю, честно говоря, что вам нужны такие поводы. Я думаю, что достаточно, в принципе, того, что вы не хотите чего-то, достаточно, в принципе, того, что у вас может не быть желания общаться и все. То есть, вот ощущение, что вы не в свободных отношениях, вы ограничиваете как-то свою свободу воли, свою свободу выбора. Вот. И в то же время ограничиваете ту же самую свободу выбора и своего мужа. Вот. То есть, давайте посмотрим, вот вы пишите, меня это, конечно же, задевает, что у их семьи такое отношение к мужу. Вот. Как вас это задевает, нужно разобрать. Понимаете? То есть, получается, именно момент задевания. Ага. Есть несколько моментов. Первое. Вы считаете, вы уверены, уверены в том, что вас это должно задевать. То есть, вы говорите, конечно же, меня это, конечно же, задевает. Почему, конечно же? Я не очень понимаю. Второе. Вы не уважаете выбор своего мужа. Это тоже очень, ну, такой, достаточно важный момент. Вы не уважаете выбор своего мужа. Ваш муж выбрал общаться с, допустим, ну, вот, с Юрием. Это его выбор. И вам нужно его выбор вважать. Как минимум. Вы этого не делаете. Следующий момент. У вас есть болевая, болевая точка какая-то. То есть, вам это неприятно. Объясниваю вашего мужа. И вот здесь достаточно интересный момент. Вашего мужа обесценивают, а неприятно вам. Не ему, а вам. Может быть, обесценивание мужа как-то совпадает с тем, что вы сами чувствуете по отношению к нему. Может быть, вы сами чувствуете, что муж не полностью реализуется. Может быть, вы сами чувствуете, что муж не делает всего того, что он, по вашему мнению, делать мог бы. Может быть, вам самой чего-то недостаточно. Может быть, вам самой чего-то не хватает. Может быть, вам самой что-то нужно в этой... Ну, в этой ситуации. Вот это, на мой взгляд, крайне важный момент, на который вам имеет смысл обратить свое внимание. Потому что, если вы не удовлетворены тем, что делает ваш муж, если вы не удовлетворены тем, как он реализовывается. Вот. То, может быть, пришло время пересмотреть именно ваши отношения. То, как вы общаетесь со своим супругом, как вы устраиваете с ним отношения. И, может быть, пришло время пересмотреть свою собственную реализацию. То есть, если вы способны такие вещи вводить, то, вероятно, вероятно всего, стоит вот пересмотреть отношения к... К... Самой себе. Вот. Хоть пересмотреть. Отношение к собственной реализации. Вот. Ну, возможно, это вопрос. В том числе, вопрос личных... Гр... Ну, личных... Личных границ. В... 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 Насколько вы, ну, отграничиваете себя от него, вот. Это крайне важный аспект ситуации, на мой взгляд, по крайней мере. Моральная сторона вопросов, именно моральная сторона вопросов всегда крайне достаточно субъективна по своей природе. То есть, что это значит? Это значит, что мораль определяется исключительно взглядами тех, кто что-то делает. И поэтому, я думаю, что морализаторствуя, вы далеко не увидите. Тут, скорее просто, ваше собственное недоверие в себе и в свои самооценки, какие-то ожидания от людей играют достаточно существенную роль, конечно же. Ну и, как я уже сказал, некоторые ваши собственные трудности, некоторые ваши собственные проблемы, на которые имеют в смысл обращать внимание. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok